В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Мособл.Еирц предлагает услугу, которая позволит значительно сэкономить клиентам время. Если вы подписываетесь на электронный платежный документ, то бумажная квитанция приходить не будет. В образовательных учреждениях Ленинского городского округа прошел ежегодный августовский педагогический форум. Всегда на этих форумах происходит живое общение, то есть коллеги делятся какими-то практиками, наработками. В муниципалитете продолжается череда дней поселков. Раскрасили котика, украсили его, ну дочь украсила, сейчас плетет из браслет. Классно, проводим вечер. Мособл.Еирц начал предлагать услугу, которая позволит значительно сэкономить клиентам время. Здесь активно внедряется электронный платежный документ, с помощью которого можно совершить необходимые платежи онлайн. Максим Козлов разбирался в нюансах нововведения. Очереди в Мособл.Еирц уже давно канули в лету, в том числе и благодаря большому количеству способов оплатить услуги ЖКХ. Теперь появилась еще одна возможность значительно сэкономить время, подписаться на получение платежных квитанций в электронном виде. Платежный документ, он как хранится и в личном кабинете Мособл.Еирц онлайн, так же он поступает электронно с ссылкой на электронную почту. Документ, он заменяет бумажную квитанцию, то есть если вы подписываетесь на электронный платежный документ, то бумажная квитанция приходить не будет. В принципе он точно такой же, но в электронном виде. То есть при желании его может расписать любой человек. Соответственно и оплатить услугу можно не выходя из дома онлайн. Подписаться на получение электронной квитанции несложно. Мобильное приложение Мособл.Еирц онлайн на мобильном устройстве выглядит вот так. Переходя в раздел платежи, здесь в этом разделе мы можем подписываться на квитанцию. Те, кто подпишется уже сейчас, имеют возможность сэкономить не только время, но и деньги. Сегодняшний день существует акция, она с июля месяца по 31 декабря. Клиент, который оплачивает через СБП, получает скидку в 1%. Многие клиенты Мособл.Еирц, даже пожилого возраста, которые традиционно консервативны, узнав о нововведении, отмечают его положительные стороны. Бумажками-то не надо будет никуда ходить и, как говорится, время тратить. А это очень все удобно. Сэкономим время наше личное. Подписка на получение электронной квитанции – дело, естественно, добровольное. Если человек не подписывается на электронную рассылку платежного документа, то он будет получать этот документ на бумажном носителе. Но даже те люди, которые подписались на электронный платежный документ, могут от него также и отписаться. В этом случае оплачивать услуги ЖКХ придется опять по старинке. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В образовательных учреждениях Ленинского городского округа прошел ежегодный августовский педагогический форум. В рамках мероприятия учителя и воспитатели обсудили несколько новых направлений в системе образования. В частности, региональный проект «Предшкола. Новый стандарт детского сада». Взаимодействие детского сада и школы, использование инновационных технологий в работе с воспитанниками, региональный проект «Предшкола». Эти и другие вопросы обсуждались на педагогическом форуме, в котором приняли участие более 50 работников образовательных учреждений муниципалитета. Всегда на этих форумах происходит живое общение. То есть коллеги делятся какими-то практиками, наработками, обсуждают вопросы. А потом сегодня на форуме мы постараемся поделиться новым оборудованием. Перечень этого оборудования был разработан специально для реализации проекта «Предшколы». Под руководством заместителя директора по воспитательной работе Видновской школы номер 7 Татьяны Антоновой три дошкольных отделения. На форуме педагог поделилась с коллегами опытом работы по федеральной образовательной программе, которая успешно применяется в детских садах их учебного заведения. Мы являлись опорным комплексом по разработке данной программы. И с 1 сентября все детские сады переходят на новую образовательную программу. 60% уже были, скажем так, написаны за нас. Это федеральная образовательная программа. И 40% каждое образовательное учреждение составляло само, учитывая интересы своего учреждения, может быть, какую-то углубленную работу по какому-то направлению. Августовский форум традиционно проводится в преддверии 1 сентября. В этот день педагогические конференции прошли также на базе нескольких видновских школ, дав старт новому учебному году. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. В Лопатинской школе прошла встреча добровольцев из разных уголков Московской области. Активисты обсуждали главные темы, важные проекты и насущные проблемы волонтерства. В очном и онлайн формате старшеклассники округа и приглашенные гости вывели формулу успеха в непростом деле совершения добрых дел. Подготовиться к окружному фестивалю добровольцев, время действовать вместе, поделиться опытом и узнать главные номинации всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» смогли участники встречи в Лопатинской школе. Я всегда готова выслушать те предложения, с которыми выступает совет обучающихся. Мне кажется, это очень важно, потому что если ребята вот еще в том раннем возрасте уже начинают проявлять инициативу и не встречают препятствий для реализации своих планов, это дает очень какой-то такой вот старт в будущее. Это дает какую-то уверенность в том, что ты действительно что-то можешь. Лопатинская школа уже не первый раз становится площадкой для общения молодежи с активной жизненной позицией. Ученики младших и старших классов – постоянные участники благотворительных проектов. Я очень много лет занимаюсь добровольчеством, благотворительностью. Ну, по той простой причине, потому что мне это просто нравится. И все это время я добровольчество привлекаю, увлекаю добровольчеством подростков, которые всегда рядом со мной. Образцово-показательное объединение для всей нашей страны. И вот именно на этих ребят должна равняться вся молодежь. И, конечно же, я с высоты и статуса и положения наработок поддерживаю практически все проекты Лопатинской школы. Ребята рассказали о своих личных мотивациях волонтерства. Волонтерство – это, в первую очередь, просто искреннее желание помочь другим людям, исходя из своих собственных ресурсов, различными способами. Волонтерство бывает разное. В основном, оно направлено просто на улучшение жизни людей и окружающей среды. Если есть возможность помочь другому человеку, я с удовольствием этим занимаюсь. Потому что жизнь состоит из того, что нужно кому-то помогать, кому-то, возможно, когда-то мне самому понадобится чья-то помощь. И это приятно, когда есть твердое плечо рядом с тобой. Встреча стала не только платформой для обсуждения проекта «Время действовать вместе», но и отправной точкой фестиваля добровольцев, который пройдет в Лопатинской школе 23 сентября. Продолжается череда дней поселков. Народные гуляния прошли в рабочем поселке на Водорожино. О том, какой была развлекательная программа, расскажет Дмитрий Книга. Традиционно в конце лета в муниципалитете проходят Дни поселков, а завершает их уже в сентябре День Ленинского городского округа и города Видное. На этот раз праздник отметили в рабочем поселке Новодорожино. День поселения – это уже традиция, это однозначно. Это когда собираются люди, независимо от того, чем они занимаются, какое у них вероисповедание, и вместе они отдыхают. Поэтому я считаю, что уже можно говорить о традиции. Около эстрадной площадки, что находится на берегу Дрожинского пруда, собрались жители микрорайона, чтобы весело провести время вместе. Для них была подготовлена развлекательная программа с выступлением артистов, а самых маленьких гостей праздника ждали мастер-классы от местной библиотеки и волонтеров. Наши волонтеры сегодня, чтобы устроить праздник, выступали, танцевали в игровой программе, ростовые куклы, ну и проводят мастер-класс. Во время мероприятия благодарностями главы были награждены трудящиеся посёлка, делающие жизнь в нём чище и комфортнее. Антонина Ильина работает в МБУ благоустройства. Мы летом косим, мусор убираем, собираем. И выходные мы тоже выходим. Только не вся бригада, а по очереди. А зимой мы на сторожей уборке снега. Праздничной атмосферой остались довольны участники народных гуляний всех возрастов. Классно то, что ребёнку 6 лет, и здесь всё для того, чтобы ребёнок хорошо провёл время. Сладкую вату поели, раскрасили котика, украсили его, ну дочь украсила. Сейчас плетёт из кисера браслет. Классно, проводим вечер. Для меня как будто бы у молодости, как будто бы я была утренником своих детей. А теперь у меня уже правда, очень весело. Со сцены жителей на Водорожжино поздравляли творческие коллективы муниципалитета. Самое большое впечатление произвели артисты цирка, иллюзионисты Эдуард и Екатерина Гелезаровы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Одно из старейших в нашем муниципалитете село Молоково отметило свой день рождения. В честь этого праздника прошёл праздничный концерт, который посетили и высокие гости, и, конечно, местные жители. Побывала здесь и наша съёмочная группа. Ещё в 1328 году в духовной грамоте Ивана Калиты впервые упоминалось село Ирининское. Сейчас оно носит имя героя Советского Союза, уроженца этих мест, лётчика Василия Сергеевича Молокова. В честь дня основания села, которому уже 695 лет, прошёл праздничный концерт. В течение вечера на сцену выходили талантливые артисты, их душевные песни и зажигательные танцы с лёгкостью покорили малоковчан. Яркие номера представили студия эстрадных танцев «Гюнеш», фолк-группа «Млада», хореографический ансамбль «Надежда. Эта земля богата талантами». В этот вечер получился своеобразный молоковский флэш-моб. В своих чувствах к малой родине признавались все. Судьба Светланы Киселёвой навсегда переплелась с этим краем. Здесь всё самое дорогое для неё. «Место, которое родное, близкое, по духу, по темпераменту. Здесь живу я, моя семья, мои дети. И, конечно, хочется, чтобы дети в дальнейшем тоже здесь остались и продлевали дальше род на малой родине». А вот Наталья Нагиева стала местной жительницей относительно недавно. 8 лет назад переехала в Молоково из столицы и ни разу не пожалела об этом. «Мы приехали из Москвы и, могу сказать, это самое лучшее место на земле. В каком плане? Здесь есть, в принципе, всё для людей. Поэтому, если у вас желание приехать куда-то, приезжайте к нам в Молоково». Ни за что не променяет свежий молоковский воздух и семья Опуриных. «В Москву въехать? Нет. У нас здесь лучше. «Продали там квартиру? Ещё одну и купили здесь. Тихо, спокойно. Кислород, пруд, леса. Своя земля». «Мы любим Молоково!» Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. ВИДНЭТВ. ВИДНОМ состоялся долгожданный матч чемпионата России по мотоболу 2023 года, в котором встретились лидеры сезона видновская команда «Металлург» и «Колос» из Ставропольского края. В прошлом году в финале чемпионата ипатовцам уже удалось обыграть видновчан и увезти хрустальную вазу победителей домой. Этот сезон для наших ребят – шанс изменить ситуацию в свою сторону. К минувшей встрече «Металлург» готовился основательно, но с самого начала игра не задалась. В первом периоде счёт открыли гости из Ставрополья. Отпор попытался дать капитан команды Иван Крештопа. В этот день удача оказалась не на стороне «Металлурга». Итог встречи 4-2 в пользу «Колоса». Ситуацию омрачил ещё и тот факт, что видовчане проводили на заслуженный отдых игрока команды Антона Гусева, который мотоболу отдал более 20 лет. После серии ярких побед на отечественных и европейских соревнованиях Антон решил навсегда уйти из большого спорта. Это осознанное решение. Очень долго размышлял на протяжении, наверное, двух месяцев. И решение довольно тяжело, но нужно двигаться дальше. От спорта я получил все звания, все награды. Печаль, грусть. Но рано или поздно приходит конец спортивной карьеры у спортсмена. Это ждёт каждого спортсмена. Отыграться у «Металлурга» шанс ещё есть. Впереди ответный матч с «Колосом» на их территории. Вызная встреча пройдёт в Ипатове 30 августа.